итак доброе утро дорогие друзья всем привет бонжур hello здравствуйте и мы на проводе иерусалим как раньше говорили на проводе иерусалим и мы продолжаем изучать тору святую тору которая от бога получил маша раббей но пророк и мы сейчас изучаем книгу царя саламона шло мамеллах мы изучаем книгу которая называется мишли притчи в которой он как раз и хотел хотел с помощью понятных примеров понятных примеров он хотел значит нам показать показать нам хотел вот эту вот высшую мудрость только простыми словами и мы стараемся сейчас понять потому что простые слова 3000 лет назад сегодня для нас звучат непросто и слава богу что вот мне повезло изучить язык святой язык на котором написано тора и можно еще понять постараться понять комментарии которые за три тысячи лет написали мудрецы всем привет шалам из ульяновска значит мы смотрим как раз у нас есть группа в фейсбуке кто хочет смотреть все уроки торы есть группа в фейсбуке называется воикроком есть сайт воикроком и есть в инстаграме моя личная страничка на которой я тоже рассказываю всем кому интересно о том что говорил царь соломон и мы уже заканчиваем изучение мишли притчи 31 глава и мы находимся на песне которая называется эшет хайль эшет хайль это доблестная жена идет объяснение какой должна быть доблестная жена и мудрецы говорят что это речь идет не только о жене если глубже посмотреть речь идет о мировоззрении человека или речь идет о работе его интеллекта то есть и три вещи для мужчины самые главные первая вещь это жена то есть какая у тебя жена то это больше всего влияет на твою жизнь второе это твое мировоззрение та система по которой ты живешь та система по которой ты принимаешь решения та система в которую ты веришь что мир работает вот так И если это Тора, которую Бог сказал, что надо жить так, это добро, это зло, тогда понятное дело, что эта система, она как доблестная жена тебе поможет. И третье объяснение, что доблестная жена это твой интеллект, потому что интеллект человека, который работает хорошо, да, как компьютер, который хорошо работает, он позволяет принимать правильные решения, замечать причины следственной связи, отделять мухи от котлет и причину от следствия, факты от комментариев и так далее. Поэтому давайте посмотрим сейчас на 21 отрывок, да. Значит, 20 отрывок говорил нам о том, что она помогает бедным и она помогает нищим. И мы теперь знаем разницу между бедным и нищим. Бедный это тот, у которого сейчас положение ухудшилось, и ему не хватает на его жизни, на его потребности. Причем бедным может быть человек, который был очень богатый, а сейчас он стал, например, среднего класса или среднего класса, а стал он, перестал зарабатывать вообще. В этот момент он становится бедным. По Торе бедный это тот, кому не хватает. А нищий тот, у которого нету, вообще нету. Это большая разница между бедный и нищий, есть еще обездоленный. Обездоленный это тот, у которого забрали. Это тот, у которого было, но он это не потерял сам, а у него забрали. Обездоленный такой, да. Три есть нюанса в людях, которым не хватает денег, вот может быть он из этих трех категорий. Она помогает всем. Доблестная жена, она добрая. То есть у нее есть такое понятие, как добрая женщина. Она хочет помочь, и даже когда она работает, она думает о том, чтобы помочь нуждающимся, помочь бедным. И это, ну, это очень важное качество человека. И это качество, которое, в принципе, можно в себе приобрести. Можно ли в себе приобрести, если человек недобрый от природы. Большинство людей, они очень средние. То есть они нет такого, что они злодеи или они прям такие праведники. Большинство людей средние и состоят из набора каких-то приобретенных в основном качеств. Поэтому добрым можно стать, если понять смысл того, чтобы быть добрым. И злым можно стать, обозлившись на весь мир. Я, кстати, сейчас вспоминаю, мы сейчас готовим к изданию одну книгу очень хорошего человека. Игорь Фастенко его зовут. Он в детстве, у него в 11 лет умерла мама. У него, он жил с 11 лет до 16 лет на улице, в подвалах, под мостом, там, ну и так далее. Был, то есть он убежал из приюта. То есть у него была бы возможность обозлиться на весь мир, но он остался добрым, веселым, таким, знаете, как он говорит, я не хочу о плохом вообще думать. И он сейчас женат, четверо детей, миллионер, очень богатый, хороший бизнес, известный. То есть он говорит, это все за счет того, что я никогда не обижался и не хранил зло. То есть всегда был добрым, веселым, даже когда у меня в жизни было все очень-очень плохо. И в итоге, видите, вот такой вот подход позитивный к жизни выруливает. Хорошо, 21 отрывок. Доблестная жена говорит нам царь Соломон. Шаним, значит, переводят вот это слово, во что одет ее дом. Есть, которые говорят, что дом ее одет. Шаним это красная одежда. Интересно, что на этой неделе в раскопках, нашли раскопки, называется это медные копии царя Соломона. Это находится рядом с Эйлатом. Нашли древние-древние медные копии, где делали медь. Это на то время, это была самая крутая технология. И там нашли ученые, там ученые нашли, значит, красную шерсть. То есть, для них это было такое открытие, там же сухо очень в пустыне. И они нашли, что уже 3000 лет назад, вот то, что говорят, пурпурные мантии, царская одежда, они нашли покрашенную в красный цвет шерсть. Они говорят, да, значит, то, что в Торе говорится про пурпурные царские одежды, это правда. Так вот, шаним это красную одежду были одеты ее дети. Есть, которые говорят, шаним это шерстяная одежда. Есть, которые говорят, шаним, что у них есть разная одежда. В древности одежда, это было огромное сокровище, огромное сокровище. То есть, у человека была за всю жизнь, может быть, одна такая одежда, одна была повседневная, и одна одежда у него была какая-нибудь праздничная. И были такие, вот есть, в Талмуде рассказывают про мудрецов, что они были настолько бедные, некоторые, некоторые были очень богатые, некоторые были очень бедные, что у них была одежда выйти из дома, или муж выходил из дома, или жена. У них не было одежды вот этой верхней, чтобы двое могли выйти из дома. Такая была одежда. Я помню, в мою молодость, я родился в 73-м году, в советское время, то я перешивал сам лично, я перешивал какие-то вещи брата, научился для этого шить, потому что мне не в чем было ходить. И в 16 лет я научился, прошел курсы кроя и шитья и стал закройщиком. Почему? Я понимал, в Советском Союзе откуда я возьму одежду. Потом я уже попал в сборную СССР, и я в сборную СССР. У нас было, что мы выезжали за границу, нам давали костюмы сборной СССР. Это было просто, например, да, и костюм Адидас такой СССР. Это было просто космический корабль. Просто идет по улице космонавт. Теперь доблестная жена, она заботится о всей своей семье. Семья одета, дети одеты, одежда чистая, и это признак доблестной жены. Теперь, если мы говорим про Тору, что это мировоззрение, а не жена, то если у человека правильное мировоззрение, то он знает, например, он знает такую вещь, чем отличается правильное мировоззрение от неправильного. Вот смотрите, возьмем простую вещь, чисто мировоззренческая такая вещь, да. Большинство людей верит в абсолютно вредную идею, что нужно тепло одеваться. То есть с детства просто все приняли на веру, оденься, закутайся, одень шарфик, одень перчатки, одень рукавички, сиди в тепло, не сиди на сквозняке. То есть большинство людей верит, вот даже теща моя Раиса Васильевна, что для хорошего здоровья нужно быть в тепле. Теперь, ну если мы копнем глубже и спросим специалистов, реально людей, которые разбираются в здоровье, то окажется, что для человека намного полезнее обливаться ледяной водой, намного полезнее зимой выходить в, принимать воздушные ванны, да. Представьте, то есть если мы посмотрим на ту мировоззрение, в котором думает большинство людей, так они поэтому и болеют. Они уничтожают свой иммунитет тем, что они постоянно утепляются. Теперь, но если человек начинает верить, узнавать, искать, и у него в мировоззрении появляется идея о закаливании, и он в эту идею вначале поверил, что надо закаливаться, потом он научился закаливаться, потом он начал потихонечку-потихонечку обливаться душиком холодной водой, то у него, его система защиты организма, она находится в идеальном состоянии. То есть мы видим, что если мы рассматриваем, это не доблестная жена, женщина, а эта доблестная жена, это мировоззрение человека, то правильное мировоззрение может дать человеку здоровье, деньги, хорошее отношение с людьми, потому что это тоже одна из частей мировоззрения, твои правила взаимоотношения с людьми. Есть люди, которые у них работают, да, они там добрые, они внимательные, они не говорят на других людей лошонара, например, Тора запрещает говорить про других людей злоязычие, даже если ты думаешь, что это правда. Чтобы не обидеть человека, не дай бог, запрещено сплетни, полностью запрещено. Это мировоззрение. Теперь давайте рассмотрим двух человек. Один про других говорит плохо, один говорит в лицо плохо и за глаза плохо, а у другого мировоззрение, которое ему говорит Тора, нельзя, лошонара, это злоязычие, клевета запрещено. У них будет абсолютно разная жизнь. Тот, у кого правильное мировоззрение, он никогда не обидит никого, он не будет говорить плохие слова, он не будет передавать плохие слова, у него будут отношения с людьми, что люди будут его любить. Второй, он говорит в лицо критику, он за глаза говорит критику. Он думает, что он прав, он думает, что он прав, но его мировоззрение, это как плохая жена, она его обманула. То есть, когда он принимал свое мировоззрение от людей или от книг, то оно его, оказалось, что его пообманули, ему дали мировоззрение, которое не работает, ни в здоровье, ни в отношениях, ни в деньгах, ни в радости жизни. То есть, у большинства людей их мировоззрение, им подсунули плохую жену. То, что вот почти все Мишлей. До этого царь Соломон, он рассказывал о распутной женщине, беспутной женщине и так далее. Это все были метафоры на неправильное мировоззрение, на идолопоклонничество, на мировоззрение, которое рушит человека. Хорошо. Теперь, значит, двигаемся дальше. С одеждой мы разобрались. С одеждой мы разобрались. 22-й отрывок. Марвадим Астала Шеш Варгаман Левуша. Значит, Марвадим это ковры. Ковры покрывала на постели. То есть, она не только одеждой занимается, но и бизнесом. Не бизнесом, а дизайном помещении. Доблестная жена, она украшает не только себя красивой одеждой, не только свою семью красивой одеждой, а доблестная жена, она у нее и в доме порядок. У нее в доме порядок, у нее все лежит на местах, у нее все красивенькое. И она это все делает своими руками. То есть, она не ждет, пока кто-то ей принесет и так далее. Она не ленивая, мы уже знаем из предыдущих отрывков. И она делает себе... Марвадим Астала, она делает покрывало на постели, ковры. Шеш Варгаман Левуша. И она сама одевается в... Переводят... Я не знаю, здесь есть русский перевод. Шеш это весон, а Аргаман это пурпурная одежда. Она одевается, в общем, в какие-то по тем временам модные ткани. Она красные ткани, пурпурные ткани, лен некоторые переводят. Шеш это лен. То есть, она красиво одета и она украшает свой дом красивыми разными покрывалами. Значит, с этим понятно. Если это мировоззрение Тора, давайте разберемся, что имеется в виду. Что такое Тора вообще, да? Тора это учение, это знание о том, как работает мир и как в нем надо действовать. Это Тора, учение. И когда мы получаем Тору от пророков, да? То в Торе есть знание, да? Как все работает, как надо служить Всевышнему. Кто такой Всевышний? Мы знаем из Торы. И в Торе есть такая часть, которая называется заповеди. Выполнение заповедей. И заповеди называются одежда для души. То есть, когда ты веришь в Бога. Вот человек говорит, я верю в Бога. Отлично. И в этот момент, когда ты веришь в Бога, то для того, чтобы свою веру каким-то образом выразить, есть какие-то действия. И Бог специально нам дал заповеди. То есть, заповеди повелевающие, которые надо делать. И заповеди запрещающие, которые делать нельзя. Он нам дал язык общения с Богом и язык приближения к Богу, который называется заповеди. Если перенести эту идею, чтобы было понятно, в более такой понятный человеческий язык, есть очень интересная такая книга, называется «Пять языков любви». В этой книге автор ее рассказывает о том, что люди выражают любовь и принимают любовь по-разному. То есть, у каждого человека есть свой язык любви. Всего их пять, перечислил автор. И, значит, если ты хочешь доказать любовь человеку, как бы передать свою любовь человеку, то ты должен ее передать на понятном ему языке. Кому-то нужен подарок. Вот ты даришь подарок, и человек думает, да, меня любят, он мне подарил подарок. Кому-то нужна помощь. Вот помог, значит любишь. Теперь кому-то нужна слова, нужно словами сказать, я тебя люблю, ты для меня дороже всего и так далее. Кому-то нужно уделить время, кому-то нужно физическое объятие и так далее. То есть, есть пять языков любви. Теперь с Богом, Бог сам нам указал язык любви к Богу. Это выполнение конкретных повелевающих заповедей и воздержаться от действий, которые Бог запретил делать, и Он назвал эти действия злом. И есть у каждого такой интерфейс для того, чтобы соединяться с Богом. И каждая заповедь в Торе называется одежда для души. То есть, когда ты выполняешь заповеди, и ты выполняешь, можно выполнить заповеди тремя способами. Можно выполнить заповедь способом, который называется лихадхила. То есть, так надо выполнить. Есть закон. Есть специальная книга, называется Шулхана Рух. Шулхана Рух это книга, в которой перечислены все заповеди, вот все, что нужно сделать. Чего делать нельзя. И когда ты живешь по закону, это называется лихадхила. Изначально надо делать так. Теперь есть уровень выполнения заповеди, называется, ну если так сделал, считается, что выполнил. Бедевит. То есть, ты, вот как, знаете, когда ты хочешь выразить, там, жене любовь, да, и знаешь, что она любит цветы. Можно выполнить заповедь. Хорошо, купил себе средний бутетик, это называется лихадхила. Изначально надо покупать цветы, дарить цветы. Все, выполнил. Теперь можно выполнить, считается, что выполнил. Забыл про цветы, нарвал каких-то цветов, ветки сирени, принес. Ну, слушай, я же цветы подарил, вспомнил. Ну, значит, хоть такие. Но считается, что выполнил. А можно выполнить то, что называется и дурмитсва. Великолепно выполнить эту заповедь, подготовиться, самому собрать цвет, этот дизайн. Как-то его принести красиво, замотать его. Тут конфету, тут там пирожное прицепить. Написать открыточку красиво. Вот ты помнишь, как все начиналось и так далее. То есть, это называется великолепно подарить цветы. То же самое есть с заповедями. То есть, когда бывает, ты выполняешь заповедь, выполнил. Бывает, ну, считается, что выполнил. А бывает и дурмитсва. Выполнил так, что ты прямо подготовился. И Всевышнему говоришь, все, сейчас я выполняю. Есть даже такая специальная формула. Когда ты выполняешь заповедь осознанно, то ты перед заповедью говоришь. Рени Муханна Музуман, вот сейчас я подготавливаюсь, и вот я сейчас осознанно буду выполнять заповедь для того, чтобы соединиться со Всевышним. И когда ты вот так осознанно подходишь к выполнению заповеди, и потом делаешь заповедь, то ты создаешь как раз вот эти вот покрывала на постели, красивые одежды. То есть, ты свою душу, потом, когда человек умирает, он приходит туда, что себе успел построить. И есть люди, которые всю жизнь здесь, они просто умирали, как они старались там украсить свой дом. А туда они приходят, а они голые, душа голая вообще, ничего он для души своей не делал. Бывают люди, я знаю одного миллиардера, который из Бразилии, Эли Горн его зовут. Эли Горн, он всю жизнь зарабатывал деньги, он стал миллиардером, один из самых или самый богатый человек в Бразилии. И всю жизнь он зарабатывал, зарабатывал, зарабатывал. И потом ему около где-то, сейчас ему за 70, ну я думаю, что уже ближе к 70, у него нашли болезнь Партинсона и сказали, что вам осталось жить, ну буквально там немного. И он вдруг у нас осознал, что он накопил миллиарды, миллиарды долларов. И сейчас он уходит из этого мира, все, и он ничего с собой не возьмет. И он, так как он умный человек, бизнесмен, всю жизнь он строил, создавал и так далее. Он верующий, он знает про заповеди, он все, что я рассказываю, знает, очень умный человек. И он для себя решил последние годы посвятить тому, чтобы построить себе там на небе именно одежду для души, выполнить очень много заповедей. И сейчас на сегодня нет ни одного проекта образовательного, такого еврейского. Он еврей, естественно, да, то есть он старается очень сильно вернуть еврейский народ к соблюдению заповедей. То есть он видит в этом свою миссию. Нет ни одного молодежного какого-то проекта, в котором бы он не участвовал деньгами, как партнер в этом проекте, для того, чтобы возвращать евреев к Тори, к служению Богу. Он считает, что это его миссия. И интересно, что он решил раздать все свои деньги. Но он же живет по Торе, а по Торе человек не имеет права раздать все свои деньги и забыть про свою семью. Это то, что мы здесь учили. И его сыновья, его жена пришли к нему и сказали, что это немного неправильно. Мы считаем, что ты не можешь раздать все свои деньги на благотворительность. Он говорит, хорошо, давайте пойдем в раввинский суд. И они пошли в раввинский суд для того, чтобы он... Вот в чем заключается ум человека? Осознать ограниченность своего ума и понять, что есть что-то намного больше, чем твой ум. Это высшая форма ума. Это то, что говорил Платон или Сократ, что когда я стал умным, я понял, что я знаю, что я ничего не знаю. И в этом выдающееся качество таких умных людей осознать ограниченность своего ума. Он пошел в раввинский суд. Раввинский суд ему сказал, что ты можешь раздать, по-моему, или они ему сказали, или 60, или 40 процентов. А остальное оставить семье. И когда раввинский суд, изучив весь этот вопрос с точки зрения Торы, установил вот это вот такое как постановление, тогда уже его дети ему сказали, папа, зачем ждать, когда ты умрешь, чтобы мы раздавали эти деньги? Давай ты сам будешь это все делать. И он сейчас вот сам занимается, Элли Горн, он занимается тем, что он возвращает, старается, вот как он строил бизнес, сейчас он хочет перенести, прийти наверх. И он так и говорит, мне понравилась его фраза, он говорит, почему я здесь стал очень богатым? Я, говорит, всегда боялся быть бедным. Я с детства, его семья беженцы из Ливии, беженцы из Ливана, из Ливана, и они прошли очень прямо страшные такие времена. И он говорит, я очень-очень боялся быть бедным с детства. И я работал день и ночь до 30 лет, я ни дня не отдыхал, работал, пахал, все. Потом я разбогател, но уже не мог остановиться. А сейчас, говорит, когда иду умирать, я боюсь прийти бедным туда. Я боюсь прийти туда, и окажется, что жил-то жизнь, строил для того, чтобы в этом мире что-то оставить. Но я-то иду дальше. И он говорит, сейчас я боюсь быть бедным там. И он, значит, идет туда. И напоследок я вам расскажу известную историю, очень такая известная история, как как-то умер один раввин, он умер. И он всю жизнь как раз, он создавал одежды для души, и он старался выполнять заповеди, и он старался всех приблизить к Торе. И он очень старался именно максимум забрать с собой на небо, да, максимум действий, чтобы были все действия во имя небес. И вот он, значит, умер, небесный суд, он праведник, он, все его все встречают там на небе, очень все отлично. Кстати, красиво в художественной форме вот этот момент смерти и суда описал Бернард Вербер в книге «Империя ангелов». Очень советую всем прочитать «Империя ангелов». Вот он в такой вот очень писательской манере описывает, как человек умирает, и как душа проходит там вот эти все суды. В общем, его на суде не то что оправдывают, его там все встречают, молодец, все, и его переводят на следующий уровень. Никто не видел, как там в раю, но говорят, что там очень хорошо. Очень хорошо, и он туда приходит, ему дают там какое-то место, очень красивое, светлое, яркое. Он получает удовольствие от божественного света, то есть там просто огромное-огромное удовольствие в этом раю, и он, значит, получает это огромное удовольствие. Но тут он видит, что самое лучшее место, самое вообще лучшее место, оно, где самое большое, ближе всего ко Всевышнему, самый яркий свет божественный, а значит, не его. Он говорит, секундочку, а чье это место-то, кто ближе всех к Всевышнему? Ему говорят, ангелы тому ему говорят, это, это таксист, таксист Хаем. Он говорит, какой таксист Хаем, как это таксист? Я всю жизнь посвятил тому, чтобы приближать к Торе, приближать к Богу, я всю жизнь выполнял заповеди в самой великолепной форме, а здесь таксист Хаем, у него лучшее, лучшее место, как это может быть? Ему отвечают, все же, все очень честно, все очень честно, и все, та мера, которую человек меряет, меряют ему. То есть, каждый создает, причем интересно, есть такой закон, Липум Цара Агра, чем больше страдания в этом мире, выполняя заповеди, тем больше награда. Там есть много нюансов. В общем, ему говорят, да, у Хаем лучшее место. Он говорит, почему, что он такого сделал? Ему говорят, ну так получилось, он даже особо не был таким уж супер праведным, выполнял заповеди, учил Тору, все как бы, был обычный, средний такой человек. Но, когда вы приближали к Торе на ваших уроках Торы на портале Воикра, большинство засыпало, а он, когда вез людей в аэропорт на скорости 200 км в час по горной дороге, то все молились и все обещали, возвращались к Богу, раскаивались, просили прощения за всю свою жизнь и обещали, что если доеду, стану религиозным, и многие выполняли свое обещание. Получилось так, что он, что он своей работой таксистом и быстрой скоростью вернул к Богу больше людей, чем вы, чистая математика. И тогда Равин понял, что действительно его усилия, они были очень от чистого сердца, но не всегда то, что ты делаешь от чистого сердца, это правильно. Бывает, что люди от чистого сердца делают ужасные вещи, а бывает, что человек делает вот просто какие-то вещи, и они дают огромную-огромную ему пользу. Поэтому Эшетхайль, доблестная жена, это та жена, которая живет по Торе и которая в доме все делает. Доблестная жена, это мировоззрение, которое отдает человеку и здесь, и там, и здоровье, и деньги, и богатство, и благополучие, и все, это Тора. И доблестная жена, это интеллект, потому что если вот Максим Перенчук, у него интеллект хорошо работает, он берет, сразу взял, структурировал все, что мы сегодня изучили, расписал, делай раз, делай два, делай три. Видите, вот есть у него какой в Фейсбуке классный отзыв, не отзыв, он каждый урок он делает, проучил, структурировал резюме урока, план действий, повторил, кому-то рассказал. То есть, когда интеллект, когда ты управляешь своим интеллектом, и ты можешь из окружающего мира вытащить правильные какие-то крутые знания, когда ты управляешь своим интеллектом, и ты можешь свой фокус внимания сконцентрировать на действительно том, что важно, когда ты можешь выделить вот эти 20% действий, которые приносят 80% результатов, это работающий интеллект. Три вещи, которые нужны человеку. Хорошая жена, хорошее мировоззрение и работающий интеллект. Все, удачи, успехов, всем желаю хорошего, прекрасной недели, шавуатов, хорошего месяца, хорошего года, благополучия, здоровья, счастья всем хорошим, добрым людям, и чтобы Всевышний открывал нам все тайны, которые только нужно открыть, и мы готовы были это принять. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok